Вот и начинается новая неделя. Все идут в садик. Кто-то вон орёт. Надя ходит хорошо в садик. Она всегда улыбается. Чарли, бамо! Вот, поэтому сейчас домой. Уборочка, пастирушки. Всё как обычно. Сегодня нет работы, завтра работа. Так что надо всё сделать завтра, кстати. Я освобожусь и можно потом на рынок смотать. В общем, придумаем чё. Потому что я прям после садика. Это рано, поработали. Ну, завтра будет завтра. Эти ребятишки уже как кричат. На улице 13 градусов. Ну, я вспоминаю, раньше 13 градусов это было холод. А сейчас вот ненормально. Я не понимаю, что в погодах. Мы превращаемся в тропики. И у нас будет всегда жара. Нет, если нормально жара, то и ничего. А вот если, блин, как в прошлом году была ужасная жара, то как-то не хочется. Ой, видите, какая погода. Чихать охота. Помните, у меня орхидея была такая вялая, подыхала, да? Всё, очухалась. Твёрдые листья, смотрите, какие стали. Прямо это очухалось. Как я борюсь с голубями. Всё, они летают ко мне. Поставила вот эту вот синьору сюда. Убрала все цветы оттуда. Вот сюда поставила вот эти цветы. Декабрист. Ну, пока, потом оберну назад. Чучи. Молчи. Хотя он и так молчит. Что-то не поёт, как раньше. И поставила вот эту синьору. Может быть, а то они уже на этот цветок садились. Кстати, вот этот цветок мне так нравится. Заношу домой. Ну, чтобы, знаете, с шкафа он висел. Всё, он начинает вот эти вот от него отваливаться. И он не растёт. Он на балконе растёт. В общем, она их отпугивает. Где у нас тут ремонт делает? У нас же там парк делают наш. Ну, тут где-то... А, у соседа. Сосед там переделал гараж свой. Вот этот тоже растёт. Вот этот. Вот этот большой был. Если это они меня смотрят, это с коммунёна. Последний, ой, последний. Первый причастие у её дочки. Я вот его посадила. Она так была маленьким. Листик, по-моему, один. Был большой. Голуби, вот видите, садились на него и всё. И вот это. Как-то в интернете видела, как-то вот эти делают красиво, соединяют что-то. Это наш показатель ветра. Кстати, очень удобно. Смотришь и понимаешь сразу, откуда ветер. Вот этот тоже был большой. Из-за ветра он... Короче, это... Коньки отбрасывает. Этот что-то весь покрылся каким-то... В общем, вот так вот. Такая вот у нас погода замечательная. Надя что-то там изучает. Они там руку изучали, ещё что-то. Чарли отдыхает. Муж приточил... Прям много-много помидорок. Кстати, хорошие помидоры. По-моему, чёрные кумата. Но мы только не съедим. Я их сейчас сделаю, знаете, что это? Томатный соус. Пережарю там с оливковым маслом, со всеми делами. И заморожу. А чё? Вот так вот. Я часто делаю с перцем, так же делаю. И, ну, перец не пережариваю, а в духовке запекаю. А помидоры пережарим. Тем более в роботе это всё делается быстро, без моего участия. В парке побывали. Что-то я сегодня накрасилась, как дурочка. Ну, ничего, бывает. Эксперимент был. Сейчас пойду в магазин за яйцами. Завтра хочу маффины делать. Знаете, мне в Икее так нравятся маффины. С этими они идут, с голубикой. И тут рецепт копала, копала, нашла вроде бы. Вот завтра хочу забацать. Мне там кое-какие ингредиенты нужны. Знаете, смотрят, с кем я разговариваю. Вот. И что ещё? И всё. И вот так вот мы гуляем, да? Любимая. Такой у нас закат. Розовый, как обычный. Самолёты там далеке летают. И мы идём. Хорошо день сейчас длинный стал. Раньше в 6 часов уж ведь мать муща. А сейчас вот около 7, наверное. Ещё светло. А ещё хорошо. Знаете, помню, в прошлом году на горку эту ходила. И Наде постоянно руки оттаптывали. А в этом году она уже сама может потоптать. Но она очень аккуратна. Чего? Она очень аккуратна. И поэтому она никому руки не топчет. Если там видит маленьких. Ну и вообще. Ну и вообще она у меня золото. Это у меня грибной супчик варится. Из белых сушёных грибов. Специально не закрываю, чтобы выпарилось. Что-то воды много набухало. Здесь у меня жарятся томаты. Вторая часть. Вот такой соус получается. Нереально вкусный. Я сюда ещё добавила перчик красный. И луковицу. Ну, посолила. Ещё добавила сахар, чтобы кислый не был. Соус нереальный. Делается всё легко и просто. Спектакулар. Помидоры. Чтобы они такие были, да? Лук тоже. Это. Я всё в роботе. Лук, перчик, на глаз всё. Вот. И это. Трандычит. Трандычит. И соль, специи. Добавляю в конце. Потому что они варятся у меня. Вот при 100 градусах часа три будет вариться. Нет, часа три нет. Полтора. Полтора-два. Ну, нужно смотреть, чтобы они жидкие не были. И всё. И всё готово. Соус готов. Я ещё разморозила. Макалау. Треска. Это вот их солёная треска и вымоченная. Без костей, без всего. Я её потом обжарю в муке. И сделаю в этом соусе томатном. Очень вкусно. Добавляйте орегано. Или орегано как там. И очень вкусно получается. Кстати. Ммм. Мнямнямняшечка. С обычной трески не знаю, получится, не получится. Потому что всё-таки солёная треска даёт свой вкус. Вот. Поэтому я не знаю. Все делают из такой. Из вымоченной. Так. Ну, всё. У меня ещё маффины готовятся. Слушай, Маруся. Приготовила всё. По форме разделала. Вот такие у меня формочки. Остались с дня рождения. Красивые. Потом читаю цепь. Сахар. А я что-то не помню, чтобы я сахар добавляла. Я его и не добавила. Обратно всё. Ну, и хорошо, потому что вот эти формочки, они там должны стоять в холодильнике 30 минут. И потом эта формочка вот там сделала. И я сделала в силиконовых формочках. Сейчас покажу вам, когда приготовится. Ну, конечно, выглядит шикардос. Мне, кстати, вчера же Пепка заходила. Я ему говорила, что туда каждую неделю что-то привозят. И вот не зазря сходила. Смотрите, две мальчики такие купила. Наде. Потому что Боди, я ему говорила, что с ними борюсь постоянно. Вернее, с ней борюсь, пока наденешь. Она уже убежит куда-то. И вот, смотрите, за 4 евро две маечки. Мышками. Такие прикольные. Хотела померить ей, но она мне не далась. И вот такие кеды. За 6 евро. 24 размер. У меня есть такие, ну, кеды типа подобные. 22 размер. Но они один в размер с этими. Я не знаю, как размеры делают. Благо, я и померила там. Одни вот с Пепкой есть. Она 22 носит. А эти 24, но они практически одинаковые. Вот. Симпатичные тоже какие. Они везде гнущиеся. Ей в садик самое оно. Видите? Вот такие у меня маффины с этим, с голубикой. Хочу попробовать. Они еще теплые. Но мне очень хочется, смотрите, голубика какая. Не очень. Голубика, кстати, осела. Маффины сцены. там такая голубика у нас какая-то как виноград огромные надо все-таки поменьше тут всего по 2 ягодки мне когда надя спит я либо что делаю я во первых кофе пью вот во вторых я начинаю монтировать видео или знаете фотки перед 80 телефоном разбираюсь и комментарии отмечать когда успеваю когда не успеваю но я все 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 читаю потому что с надей на комментарии отвечать это невозможно она везде пальцем обязательно мне затыкает хотя знаете она к телефону равнодушно на вообще сейчас мультики не любит вообще не смотрит уже наверное неделю вообще их не смотрит раньше там просила там пепу пай пепу включи мультики пепу потом какая-то настя там вылезла но уже не мультик а так девочка а сейчас мы вот даже в коляске едем я она начинает капризничать она пешком ходит представляете раньше пешком не заставишь идти куда-то а тут сяду на скамейку она вылезет и мы идем с ней за ручку пешком короче меняется не по дням а по часам и вот она в телефоне вот так вот тырк-пырк никогда не тыркает вот как некоторые дети да идешь им там 6 месяцев они же там вот так вот по телефону нет она не трогать телефон вообще она его может взять только вот так вот либо мне принести либо вот типа алё алё хотя знаете я по телефону вообще с ни с кем не разговариваю откуда она знает что про него алё алё надо вот но когда она видит что я что-то делаю она чтобы я этого не делала и привлекать к себе внимание она начинает пальцем тоже тыкать и вот лезть чтобы я его убрала и поэтому отвечать на комментарии с ней это невозможно а вот сейчас что-то это селом начало комментарий отвечать даже 9 дней назад мне комментарии были а я только ответила на него мне даже даже немножечко знаете стыдно нынче лучше поздно чем никогда дала я один маффин она вся уделалась этой голубикой ей нравится больше все-таки морковные кексики они вот эти маффины не знаю может быть не знаю почему хотя на их увидела тортики 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 не знаю но вкусный очень вкусный я даже на рецепт сниму смотрите целый ящик мандарин выброси купить какой-то браслет у ребятишка на пляжах я еще понимаю там извлечение вы знаете что я заметила ни одной уже такой раз встречается новоспеченный мамаши ну которые с грудничками там которые только что родили да вот они значит гуляют вышли на первая прогулка на первая неделя и вот они значит выходят гулять вот она 2 и вот эти вот мама ее и мама муж до собачка и вот они идут разрога коря коляска значит и вот они разрогатились идут значит серединке коляска идет значит вот тут и вот они по бокам идут все вот так вот держатся за коляску все втроем и вот идут они такие такие вот с таким лицом посмотрите я вот на испеченная мамаша я ты где вот хочешь там и пройти мне вообще-то тоже коляска вот знаете я учащи думаю не смотрю она идет вот такая гордость ее распирает и видит меня что мне ее не обойти не проехал потому что у коляска посередине и все ее мамаши вокруг а ей похеру она же она же только что родила да и она же только что родила у нее жена испеченный ребенок вот она идет его всем показывает а ты вот где хочешь там и пролезать бесят таким главное лицом как будто блин я не я вот так вот или вон там вон не на дорогу проезжая часть и это выезжаю пару раз я сказала это вот так встала просто и стою блин мамашу свою подвинь и и уйди конечно понимаю что там у тебя первое впечатление гормоны заросли какие чего ты там болтаешь в общем я сходила в меркодонов вы знаете мне нравится меркодоновская клубника хоть ты вот чё хоть ты чё говори от 1 фруктовый зашла и парень такого-то у нас клубника типа по 350 я говорю я уже взяла в меркодоне мне она нравится на намного слаще и вообще вот и а он такой да она живут типа в три раза дороже ну и хрен с ней зато вкусно ой да там у нее вот туда-то то-то делают все это делают я говорю ну кто-то делают все это делать ничего страшного говорю она завернена сладко 100 сорт другой решен да там есть одна подешевле другая подороже ну ее хотя бы ешь и она сладкая на клубника пахнет они вот это вот травой кормовой знаете и виноград тоже мне нравится в меркодоновский виноград там еще такой есть сорт чучес называется ну это типа сладости до детский но он видимо еще не созрел или что пока его нету что вот и сахар закончился больше ничего не надо было вот и я даже не из этого не ушла из списка сейчас пойдем на горку донать будешь там бегать прыгать и скакать зашла в магазин купила горячий хлеб хотя и горячий я не люблю и вообще люблю хлеб вчерашний или даже позавчерашний но вчера я его забыла купить вкуснятина надя тут на днях короче муж сидит она ему у так слазит по нему и залазит как с горки катается 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 моя такая думала чё она катается с него у нас же горка есть и принесла ей горку и все она с нее не слазит я короче едут сооружаю и шалаши в общем удар горка пригодилась и убрать ее нельзя именно должна стоять против зеркала чтобы она смотрела на все это короче до горка зашла она прям с нее не слазит ставлю ей вот так фрукты на стол и она их берет течение дня и ням ням кает баночка закончилась и уже на сто лет в обед кто-то что-то красит на обед у меня сегодня будет субы ревной поэтому я ничего не готовлю помыла ванну вот туалет вам не все дела и теперь мы сидим с чарли с чарли начали на расслабоне до любимый у нас на следующей неделе праздников много будет день андалусия короче почти всю неделю праздники естественно садик не ходят у меня есть какой-какой планку и куда съездить да ну там еще девчонки приедут в общем я жду кто 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 что предложит и буду выбирать из предложенного а вот потому что 8 марта вообще сегодня на улице нереальная жара я думаю наверное даже футболку когда за наде пойду футболку надену потому что я шла утром обычно 13 градусов а тут было 18 чего-то иди целоваться иди как по старинке ай ну все все хватит все лицо мне не облизывай я вчера знаете чё лежала и вспоминала свои времена как я например сериальчик смотрела и накрывалась пледиком да и спокойно смотрела и понимаю что все это эти времена с пледиком до откладываются я не знаю лет на 20 потому что я когда дома надо всегда на мне вот тут ее эти все игрушки она мне еще в течение вечера притаскивает все притаскивает короче весь вся комната там перетаскивается потихоньку сюда и а утром вот и все это убираю чё ты там делаете а чарли со своей вот видите притаскивает какие-то крошки ой чё тут так нету сейчас я вообще буду пылесосить поэтому надо и пропылесосить здесь на кстати это тоже пылесос это печеньки чарли почему ты не работаешь видите у него зубы как вылазит видите с одной стороны видите вот эти вылазящие зубы я хочу убрать потому что он чистить их вообще не дает они не шатаются они ничего я бы сказал даже не болят у него но как-то вот так вылезли и чё я говорил это я вообще не помню чуть сегодня пятница или четверг потому что пятницу мне на работу так наверное четверг раз никто не позвонил начинает работать пылесос пылесос начинает наработать обнаружил печеньки а вообще присматриваю наде кровать хочу сюда поставить кровать убрать вот эту куну вот эту детскую кровать потому что она сейчас ворочается лежит на этим ночью там ко мне перелазит и надо ее вот так погладить и мне приходится вставать вот так руку вот так при это в общем я хочу чтобы хотя наверно убирается нет я хочу сюда кровать увидела есть маленькие кровати что-то там они 70 на 160 по моему или как то так и поставлю есть сюда кровать матрасик еще потому что качать не качать не качаю мне в принципе она эта кровать уже не нужно и вот я уже присмотрела и матрас присмотрела и кровать присмотрела и наверное куплю сюда и поставлю на лето ей кровать чтобы она вот ко мне там лазил и мне как-то вот так руку положил ги погладил маленечко все и она спит как-то так погода у нас замечательная жара я рассказала жара блин хотела на снег в этом году хрена снега нету дождь идет там а не снег падает в общем-то вот в тени сколько там градусов сейчас посмотрим 22 всем давай пылесосить твою шерсть убирать шерстявый пуха пушистый смотрите телефон не отдам а дай телефон не отдам а дай мне это телефон мама